как вы относитесь круговом пломбирование склера в принципе там где это надо позитивно если опять таки молодой человек не видно где четко эта дыра или там она допустим в двух разных квадрантов или даже в трех и вообще вся периферия плохая то хорошо положенный циркляш нормально хорошо против конечно категорически против ну потому что часто на данном развитии хирургии это не нужно мы получаем падение полей зрения снижение зрения нарушение кровоснабжения зачем если есть очень мало травматичные микроинвазимные хирургии или или локальные пломбы то есть это я и я считаю что это уже калечище вредительской операции я там много пломб клау за 30 лет и больших и маленьких и то есть это калечащая операция то есть это является нарушением таскать это вредительство если вы хотите конкретный ответ у меня на самом деле мнение что при циркляже не бывает такого высокого зрения но вот я сейчас не припоминаю каких-то вот циркляже чтобы было там вот острота зрения там ну там 8 строчек а после ну вот опять же неделю назад я пациентам смотрел после круговой ретином атоме он видит 7 строчек если опять же совсем свежие отслойки то да наверное а так а само круговое пломбирование были работы что она все-таки передавливает эписклеральные сосуды и может вероятность макулярного отека возрастает ну в общем спорная ситуация тем не утверждение тем не менее мы это видели но когда у нас невозможно очистить базис а базис по умолчанию часто вообще невозможно очистить и если он стадии пвр ближе к dcd и мы видим чуть ли не переднюю пвр то в этой в этом случае именно вот там уже изнутри тянет и если мы чуть-чуть поможем как бы ослабим эти тракции тянуть там так сильно тянет что тянуть меньше не станет видите то есть надо посмотреть какая стадия именно а натяжение базиса и по сути по сути в каких-то случаях когда это не сильно ну более-менее мы можем просто ослабить тракции и как бы избежать круговой ретиномии да можно но ветриальная хирургия в частности ретинтомия она все больше совершенствуется и вот у меня допустим есть случай когда мы делаем чуть ли не по зубчатой линии ретинтомии практически все сетчатка сохраняем то есть нужно ли вот это зайти еще потратить полчаса 40 минут чтобы положить циркляжную ленту которая теоретически может быть тебе поможет при ветриальной хирургии потому что ты не можешь хорошо очистить базис вопрос крайне открыт он решается в каждом конкретном случае абсолютно за круговой это если ретиношизис он там помогает потому что там мы стараемся вообще сетчатку по минимуму трогать мы понимаем что при ретиношизисе мы ее прикрепить крайне сложно вот но большинстве случаев все-таки вот это микро ослабление мощной тракции не даст того эффекта то есть ее надо полностью убирать мы сколько говорим так про песочные часы про передавленные глаза и что вы думаете 2020 год что думаете этих больных нету эти больные есть они по месяцу по два ходят с красными глазами с утянутыми вот этими циркляжами и они есть если мы делаем мы должны понять для чего допустим ребенок да мы знаем что такое ребенок дай бог до экватора мы что-то отслоили и что сейчас вокруг диска зрительного нерва сделать ретинтомию то есть и оставить ему вот это да и то есть и почему бы и пвр не очень выраженная а мы видим там тракции мы видим какие то почему там можно наложить круговую можно сектор наложить какой-то зону почему нет мы очень редко делаем круговую помню мне даже сложно ответить на вопрос мы не используем круговую пломбу ту ради того чтобы уменьшить тракционных компонентов если поставить на весы циркляж и ретинатомию я бы сделала ретинатомия ну на крайней периферии далеко если вам на прием придет юный молодой человек который мы недавно прооперировали отслойку методом кругового пломбирования слойка прилегла его ничего не беспокоит вы ему будете что-то рекомендовать с этой пломбы в дальнейшем делать насекать удалять в виду ишемических нарушений либо он может всю жизнь оставшуюся с ней жить и не беспокоиться об этом я бы что я ни разу не встречал такого нового как описано в литературе какого-то ишемического там переднего синдрома про который пишут и так далее просто иногда бывают такие циркляжи но это это опять же так довольно давно когда 20-30 лет назад то есть когда ставили прям прям делали песочные часы прям бывает что вот в линзу 78 диоптере можно увидеть всю весь вал давления то есть он настолько затянут вот но и даже с такими ходят ну и острота зрения какая-то есть а сейчас таких редко встреч ну потому что раньше не было витриальной хирургии как мы пломбировали как могли все максимально затянут если придет молодой человек прооперированный сегодня будет прилегать я буду наблюдать просто то есть возможно я ему скажу что есть такая вероятность что когда-то мы захотим этот циркляж снимать но чтобы специально хотя существует такое мнение что через полгода их можно циркляжи снимать но тут вопрос зачем то есть например я предпочитаю пломбировать лент лентами ну циркулярного давления потому что есть еще губками иногда бывает довольно толстыми губками иногда бывает орбита относительно маленький и глаз ограничение подвижности глаз потому что эта губка может упираться прямо вот в край орбит такое вот было мне я тогда снимал на то есть это ну какая то должна быть веской причины для того чтобы ну для меня лично чтобы цирка снимать чтобы рутинно всем снимать циркляж через какое-то время мне такого если нормально наложили круговую клубу без передавливания почему зачем мы это хороший хороший не тот который решает иногда вообще все проблемы на всю оставшуюся жизнь но я лично круговую крайне редко то есть я говорю я всегда оставлю как бы незамутый сектор все таки кусочек глаз тогда все-таки дышит это в моем понимании чтобы полностью эписклеральные сосуды мы не передавили ну пускай в зоне там где мы увидели там что тут уж точно нет у нас проблем с на периферии сетчатки почему не сделать вот такой почти s-образной то есть осложнение в плане ишемических нарушений они обычно сразу в первое время в дальнейшем я все же если пациента ничего не беспокоит я это то есть не удаляя если беспокоит могу рассматривать предварительно пациент консультируется в лазерном центре если необходимо проводится лазер коагуляция вы тут уже и тягивайте не делайте песочные часы есть даже некоторые клиники я посмотрев на глаз сразу говорю вы там оперировались даже персонально по хирургам могу угадать умеренные и передавленные явно нет никакой шумей и сетчатка прилежит и все разрыва темно я думаю что лучше я накладываю обычные швы уздечки и ленту циркляжную да то есть если например я его я захочу потом снять то ну мне достаточно только в одном месте рассечь и вытянуть ее но то есть она спокойно спокойно выходит вся лента и поэтому натикать и оставлять вроде как останется в давлении какой-то остаточный все равно небольшой но вообще он и так останется то есть если будет довольно длительное время существовать циркляж то этот вал в давлении он там останется навсегда то есть вокруг формируется такая жесткая фиброзная ткань которая потом ну то есть глаз уже будет деформирован всегда если это год и больше вот поэтому если снимать наверное имеет смысл снимать до года вот потому что глаз вернет свою форму но если у нас там осталась тракция то то она все так сказать будет рецидив все что можно не делать лучше не делать в хирургии в зависимости от функции наверное не буду ли насекать уже все ну от этого ничего не изменится если это вчера наложили то наверное там это не знаю я таких случаев что-то не видел давно лежит то это ничего не справит уже тем более мы можем столкнуться с пролежними то есть поэтому молодым пациентам есть смысл удалять эти пломбы натекать хотя бы что понимаете можно я отговорюсь там свете нашего интервью и надеюсь что эта фраза попадет на резку есть доказательная медицина где одним из постулатов является что в медицине есть только исследование мнение не бывает это неправильно поэтому по поводу этого вопроса нужно исследование я таких не видел никогда чтобы кто-то набрал какую-то группу и удалил теплом были насекал и показал какие-то данные их нет я не встречал там может я в иностранной литературе не просто не встретил но отечественные нет поэтому здесь не ответить на это невозможно это мнение сугубо личное я наверное уже не трогал приходит пациент у меня их масса один глаз погиб после витриальной хирургии на втором глазу отслойка первое что он приходит в коридоре молодой человек я это все проходил 6 операцию 0 что мы делаем мы смотрим у него локальность это до пломбирование занимающие 15-20 минут решила все проблемы лазер ну лазер сейчас это уже сможет и человек после этого говорит а ребята как же так а а вот так главное в круговой пломбе главное чтобы все разрывы были закрыты как раньше делали и к сожалению не так часто но делается сейчас а я циркляш делаю всем а где разрыва это зачем мне тебе не разрывы я сейчас вот удавлю все там все будет она уже не прорывает нет прорывает мало того на периферии есть и остается ты сделал циркляш на периферии у тебя остается не блокированные разрывы то отслойка как отслойчная болезнь она продолжает себя поддерживать там на периферии образуется локальная цойка сетчатки пвр медленно но прогрессирует идет на сублитинальная жидкость и очень часто мы видим вот это все вокруг кругового вала вот этого удавленного даже пытается пройти и иногда прорывает внизу или же усиливается пвр еще центральной зоне вот у нас больные которым взяли 5-6 лет что-то забыл об отслойке отслойка то остается просто у нее не видел она периферии и в конце концов это вылилось в мощный перитинальный фиброз все это сдернуло отслойчная болезнь динамический процесс нам надо на любой стадии и остановить как мы ее остановим какие методы нельзя полностью отвергнут ни один нет и круговой нельзя и пломбирование нельзя хорошая кстати методика балонирования имеет место быть на ничего не теряем это можно по экстренному делать да он сдвигается но если при отработке техники балонирование надо выключать из нашей практики сейчас вот есть вот будем пробовать ближайшее время методика начал ее египтянин эль раис то есть берется там действительно очень вязкий геалон вводится локально тоже под шиндельером находится место где проецируется эта дырка и в супрах или дальнее пространство просто вот этот геалон вводится он на пару недель там создает хорошего давление ну потом прогулируете ровно то что дает вам эписклеральный баллон только баллон еще будет вас постоянно елозить съезжать он будет торчать и из-под этих швов конъюнктива пациент будет отдыхаться материться и проклинать тот день когда он сел за баранку этого пылесоса вопрос так скажем законности этого метода потому что во всех инструкциях к вистской власти по крайней мере которые мне попадались когда я этот вопрос изучал там была такая формулировка что на в конце операции необходимо тщательно вымыть ну то есть его надо удалить если вдруг мы оставляем что-то что по закону нужно были убрать потом к нам могут быть вопрос сочетаете ли вы круговое пломбирование склера с или бисекторами с витриальной хирургии я обычно не сочетаю если я уже вошел эндовитриально ну я не вижу в общем-то для себя большого смысла чтобы я не мог решить эндовитриально те проблемы которые нужно решить и чтобы мне понадобилось дополнительный пломбирование нет его раньше так скажем это делала рутину то есть всегда ставил циркляш потом делал витрактомию но давно лет 7 как назад когда но опять же это в то время когда еще не было не бимануальной хирургии я вот больше привержены среди анатомии на мой взгляд она работает лучше и она менее травматична то есть потому что это все-таки циркляш снаружи передавливают вены передавливают бывают ситуации когда допустим берем молодого человека возраст 20 лет нижний отслойка сетчатки разрыв достаточно небольшой он пломбируется дальнейшем может быть что тракционный компонент если усиливается то я могу ее дополнить локальные витрактомии в этой зоне то есть убрать именно тракцию этому это бывает но непосредственно идти сразу на комбинацию эписклеральной эндовитриальной хирургии этого не делал то есть поэтому говорит что вот мы решим все проблемы только витрянные или мы решим все проблемы только пломбирование и комбинировать тоже можно но каждый выбирает для себя в мире с по мере своего развития витриарная хирургия это это как бы это развитие все время человека это его мысли она бесконечная я себя вспоминаю всегда когда пять лет назад там думаешь ну я то себе вот я тогда был а сейчас то я все знаю я все умею я все понимаю проходит еще пять лет ты оглядываешься себя назад и тогда ты буду рад но сейчас и это процесс бесконечный